Приветствую всех зрителей, особенно подписчиков канала Разное Главном. И сегодня тема нашего спецвыпуска это истинное благочестие. И как написано у апостола Якова в его послании, что истинным благочестием является презрение, презирать на сирот и вдох. Презирать значит обращать внимание, помогать. И сегодня представляю вашему вниманию и знакомлю вас с нашим другом, братом во Христе Иисусе Артуром по фамилии? Привет, Артур. Расскажи, пожалуйста, свою историю. Откуда ты родом? Когда ты родился? С чего всё началось? Твоя биография? Ну, моя биография, она такая немного специфическая, так как детство и начало моей жизни, оно было не совсем такое интересное и, можно сказать, такое радостное. И нелёгкое. И нелёгкое, да. Так как я с самого детства был найден властями Украины, города Марганца на улице. В 5 лет... В Никополе или Марганце? Марганце я родился и в Марганце вот меня нашли в 5 лет на улице, беспомощного такого. И вот меня отправили в детский дом сначала, потом в интернат. И в общей сложности я пробыл там 11 лет. Два года в детском доме и 9 лет в интернате. Отношение было, конечно, к нам... Интернаторское. Да, такое. Ну, я думаю, что те, кто знает, те сироты, которые прошли эту школу, они, ну, понимают, о чём говорится. Выживает сильнейший, правильно я говорю? Да. Выживает сильнейший и... Хитрейший. И все эти пословицы «не украдёшь, не проживёшь» и там «бей первый» и всё остальное, это было, ну, всё это было... Всё было. Да. Формировало наш характер, закаляло. И, ну, получился вот такой вот человек, юный парень по имени Артур, который в дальнейшем был бандит, можно сказать, такой вот. Ну, и вследствие вылезло в том, что оказался наркоманом, оказался в местах столь неотдалённых. То есть ты хочешь сказать, что ты и в тюрьме был? Ну, это был исправительный центр, это было как посёлок, которому мне дали полтора года. А за что? За кражу, за воровство. Это уже было в третий раз. Ну, не украдёшь, не проживёшь. Ну, да, всё это начало, всё, все эти начали действовать, то, что научены были, то, что как жили. Артур, а в интернате, когда ты был, издевались, то есть били, были драки, вот какие-то обижали, вот было такое? Да, это было, ну, как ни странно, со стороны даже не детей, да, так как мы все были братьями, можно сказать. По несчастью. Да, так можно сказать, по несчастью. Было со стороны тех руководителей, тех воспитателей, которые там... Администрации. Да, я там, ну, в интернате было обязательно, ну, заниматься каким-то делом, ну, в какой-то кружок, участвовать в чём-то. Секция. Секция, да, это было обязательно, то есть. И, ну, я выбрал танцы, ну, с детства, потому что танцоры это, ну, были, ну, отдельный контингент, их называли филармония у нас, так как, ну, от слова филонить, потому что, ну, мы, ну, можно было там где-то, пока кто-то работает, что-то там делает, да, там, убирает, ты там, и на репетицию, ты там, или там, какие-то гастроли, куда-то поехать, и, ну, из-за этого я всегда хотел на танцы, ну, не для того, чтобы танцевать, потому что мне нравилось, а для того, чтобы, ну, попутешествовать, увидеть мир, там, ну, и вплоть до таких вещей, чтобы, там, ну, танцоров нельзя было в лицо бить. Это главное. Да. Он рассказывал, что одна из причин, потому что не били по лицу. Не били по лицу, и шрамы, которые на руках оставались, то, ну, не допускалось, потому что, ну, мы выступали в костюмах, и, ну, если люди были, то, ну, не били по лицу. Если бы увидели шрамы, которые оставались, то были, конечно, был бы скандал. То есть это искусство выживания своего рода проходят люди, вот, в таких местах пребывания. Ну, танцевать мне никогда не нравилось, и, ну, в дальнейшем, почему я, в принципе, и не стал танцором. То есть это был ход, чтобы вот... Это было, да, такой вот хитрый ход, который, ну, в дальнейшем, ну, позволил мне увидеть мир, и в Италии мы бывали, и, ну, и Россия, все, вот, которые страны... Путешествовали? Да, Украина, Киев, ну, все, которые... То, что мы только могли по телевизору увидеть, мы ездили. Ну, и как ты окончил интернат, и дальнейшие твои шаги, расскажи, пожалуйста, вкратце. Ну, в интернате у нас, когда я был, было такое вот воспитание, ну, это одно было, занимались воспитатели. Ну, приходили к нам учителя, которые нас учили, и уроки, ну, которые преподавали, они были, ну, мы считали добрые люди, которые... Они приходили и уходили, то есть они оставались с нами. И я любил учиться, и, ну, так как... Ты хорошо учился? Я хорошо учился, ну, можно сказать, отличником был. Там невозможно, в принципе, было плохо учиться, так как... Ну, я же говорю, так как, кто плохо учился, если меньше, там, тройка, двойка, то можно было остаться без еды, наказание вот такое вот было, можно получить было. И приходилось хорошо учиться, как, ну... То есть хочешь кушать, хорошо учишься. Да-да, кто не сдал, к примеру, правила какое-то, да, там, по украинской мове, то, допустим, без ужина. И 90% было отличненько у нас, можно сказать. И, ну, так как поведение моё хромало, и я в классе, наверное, был самый такой буйный бунтовщик, так как, ну, всегда подстрекал, и, ну, рос, уже вырастал, уже где-то мог противиться, когда били, уже мог где-то палку выхватить, уже мог там где-то уже зубы показать воспитателю, то такие люди не угодны были. Надо было сидеть тихонько, чтобы, ну, вот, и вот такой вот. И так как, ну, вырастал во мне уже бунт такой, что уже противление, то у меня, ну, я мог доучиться до 11 класса и поступить в высшее образование какое-то, вот, университет, институт, так как некоторые, вот, хорошие, ну, кто хорошо старался там. Но меня отправили в ПТУ за 200 километров, вывезли, можно сказать, выгнали. То есть тебя попросили так, в Пасково? Не-не, в скорую помощь, ну, там Рафик у нас был такой, скорая помощь старая, собрали нас, вещи нам и по 68 гривен, по-моему, дали. И вывезли? И вывезли нас за 200 километров аж в село Попасное. И когда вас вывезли в ПТУ, ты поступил, какие дальнейшие твои были шаги, как твоя жизнь развивалась? Вверх или вниз, или ровно, гладко, как? На тот момент мне казалось, что это путь вверх, это свобода, ты властелин мира, ты можешь делать всё, что хочешь, никаких ограничений, никто тебе не указ. И, ну, как говорится, нужно попробовать в жизни всё. И с этого началось это... Кроме работы. Ну, естественно, уже своё отработали, как говорится. И с этого началось моё падение, вот такое вот в сфере наркотиков, кражи. Ты стал употреблять наркотики? Я связался с компанией, которая, ну, в ПТУ в основном, в принципе, учатся люди, которые где-то, ну, в своей жизни не хотят учиться в высших образованиях, не хотят, ну, не могут позволить себе. Ну, и соблюдается такая компания ребят, которые могут, ну, делать какие-то вещи, которые, ну, в этом мире, ну, считается, считалось нормально. И когда ты связался с этими ребятами наркозависимыми, что дальше приключилось? Получилось так, что, ну, наркотики стоят денег, и, ну, надо было платить. Ну, а деньги где брать? Так особо не зарабатывали. То есть за всё отвечает серебро, друзья? Опять Библия права. И пришлось где-то воровать, где-то телефоны, ну, воровали очень много, там называлось Гоп-Стоп. Где-то идёшь по городу, раз, ударил человека, забрал телефон, ну, такими вещами занимались всякими. Ну, и один момент, я попался в городе Никополь, поехал в Никополь, ну, и там у девушки украл телефон. И меня посадили, ну, не посадили, меня приехала полиция, милиция на то время, одели наручники и дали мне подписку о невыезде. Артур, я перебью тебе, скажи, но вот в этот момент совесть тебя не судила, вот, то есть это вы делали, ты, в частности, делал вот, ну, обычно, стандартно. Ты не переживал за это, ночами нормально спал. Я даже сказал бы не то, что совесть не судила, ну, мы считали, что это, ну, круто. Меня, наоборот, гордость наполняла, что я в центре внимания тех людей, которые, ну, как пацанов, тех, которые мы, ну, постоянно ходили, вот. И это было, ну, сердце... То есть никаких угрызений совести наоборот? Наоборот, было, ну, круто, вот, о, гордость. Да, что вот такое, а он не забоялся, да, с детства было такое, что было в интернате, как оно все выросло, да, что слазили с окон ночью и толпой, вот, человек бывало 10-15 детей, ну, можно сказать, нам было по 16-15 лет, выходили в город ночью и били людей, забирали у них там кошельки, то есть вот таким занимались, то есть, и оно как бы уже выросло, сформировалось, это было просто. Как нормально, как норма. Как нормально, да, и когда ты в толпе, ну, в толпе ребят рассказывал, я сегодня вот там, вот телефон украл, там, то на тебя смотрели, вот это красавчик, а какой телефон, и ты вот такой вот хвастался, да, и ты тем самым поднимал свой авторитет, что ты не просто там какой-то наркоман голимый. Толпа, да, это опасно, толпа, безбожная толпа, это опасно. Гопник, ты, это было, ну, такое название, ну, хорошее такое, гопник, то есть. И, Артур, эта вся история с гоп-стопом закончилась чем? Это закончилось тем, что дали мне подписку о невыезде, был суд, ну, первый суд, и, ну, это была первая моя судимость такая. Да, и я выехал с этого города сразу же на следующий день, выехал и уехал, скрылся в Днепропетровск, и два года... То есть ты убежал, получается, от... Да, ну, отсюда, да, потому что, да, и... И я скрывался? Я скрывался, да. Ты в бегах был? Да, в бегах, ну, где-то на работе, где-то работал, где-то вот так вот жил два года. И все равно употреблял наркотики в это все время, ну, то есть ничего не изменилось, никаких не было сдвигов, ну, в том сфере, чтобы где-то хорошо себя вести, чтобы нигде не заметиться. Ну, и в конечном итоге ты убежал, и тебя не споймали. Да, и так я оказался в Крыму, я поехал в Крым, так как подальше, ну, от Украины, думал, что вот там вот меня не найдут. И я жил в Ленино, поселок Ленино, и там я тоже опять проворовался в складе, там был склад, ну, проворовался, и меня уже полиция там приняла, и пробили мои данные, оказалось, и они увидели, что я в розыске. И с этого началось, вернули меня в суд, опять в Никополь судили меня, и дали мне полтора года исправительного центра Запорожья, Запорожской области, там Дружелюбовский центр. И вот попав в тюрьму, или в этот исправительный центр, твое там пребывание, ты весь срок пробыл? Как там было? Нет, я пробыл там 9 месяцев, и за поведение меня, можно сказать, условно-досрочно выгнали оттуда. Это было хорошее поведение? Ну, если выгнали условно-досрочно, то это было поведение... Нет, условно-досрочно, насколько мне известно, дают людям, которые, ну, максимально соблюдают условия содержания, послушные, они нарушают дисциплину, исполняют все поручения администрации, и им дают такое вот... Ну, у меня было все наоборот. Я был там неугодный, потому что я постоянно писал жалобы какие-то, что меня бьют, надо мной издеваются в Киев, писал постоянно на администрацию этого заведения жалобы, и так как я был неугодный... Я правильно понимаю, то есть ты им там портил нервы просто? Да, я, ну, постоянно нарушал... Не ходил на проверки, на плац, на строевые вот эти вот проверки. Постоянно где-то, ну, что-то тоже наркотиками там занимался. Меня постоянно находили какие-то препараты, бульбуляторы, вот эти вот все препараты. И так как, ну, нарушал дисциплину, там меня условно-досрочно оттуда попросили уйти. Ну, я не хотел оттуда уходить, так как мне не было куда идти. И, ну, я там с человеком познакомился, который сам с Крыма. И с этим человеком он мне предложил, говорит, езжай в Крым, ему 5 лет еще было сидеть. И он говорит, въезжай в Крым до мамы моей, там, она тебя примет, я позвоню. Пока я буду сидеть там, будешь помогать, жить. И я подумал, почему бы и нет, Крым, ну, тепло, как бы и согласился. Куплю костюм с отливом, как в том фильме, и в Ялту, в нашем случае в Алушту. Да, и так я оказался в Крыму. И что у нас, получается, было в Крыму дальнейший этап твоей истории интересной? Ну, в Крыму все поменялось, море, пляж. Это был 2014 год, и я приехал туда еще на поезде, последние поезда ходили. И пришла Россия, и я уже стал там, как можно сказать, человеком, который с украинскими документами, получается, нелегально там находится. Так как у меня была просрочка уже 3 месяца, я не отмечался, не выезжал, получается, на эти пункты. И, ну, скрывался, и там, получается, от полиции, от проверки, от миграционной службы. Устроился работать на катер матросам, и все эти пограничные службы, которые береговают эти все. И постоянно я прятался в галюне, ну, это туалет, который, галюн на катере-туалете. Когда была проверка, поднимались на палубы пограничники, я постоянно прятался там, вещами накрывался. И так я жил, скрывался постоянно там, и опять же, с той компанией, которая, ну, по жизни, в принципе, меня сопровождала. Занимался наркотиками, кражем. Артур, то есть, если я правильно понимаю, от перемены мест сумма, начинка, наполнение человека не меняется. Правильная формула? Вне зависимости от того, где находился ты, в Никополе ли, в Днепре ли, в тюрьме ли, в Крыму ли, и все равно ты находил, или они тебя находили, неважно, вот эта компания, скажем так, не с хорошим поведением. Правильно? Да, да, ну, оно как магнитом притягивало. То есть, от себя не убежишь? Я приехал в Крым, я никого там не знал. Ну, так получилось, что я устроился на работу, если сначала строительство. И нашлись эти люди? И мы, да, мы как-то нашлись, ну, или по словам, или как-то вот, как-то вот, ну. Нет, друзья мои, это маленькая ремарочка с моей стороны, это духовный принцип. В Библии написано, что подобное соединяется с подобным. То есть, бизнесмен, человек, который, вот, предприниматель, он, скорее всего, будет общаться, дружить, ему интересно, он видит издалека вот таких же самых людей, очень предприимчивых, таких вот, озорных, деловых. Человек криминального склада, характера, поведения, ума, он находит таких же самых. Наркозависимый, он тянется, алкозависимый, он найдет, где выпить, он украдет, он займет, он отдолжен, он заработает, но он найдет таких же самых. И духовный человек, любящий Господа, любящий Бога, да, святой человек, он будет искать и найдет, или его найдут, такие же самые. Подобное соединяется с подобным. Это принцип, сто процентов. И вот в Крыму ты рассказывал, что ты познакомился с верующими людьми, с христианами, с евангельскими верующими, и начался твой путь вверх. Правильно? Да, это было, я познакомился с женщиной, которая, ну, я приходила, мне помогала, так как она видела, что я сирота, помогала мне, подкармливала меня. И она меня направила, сказала, ну, что ты с этими ребятами, ты молодой, еще у тебя все впереди, сходи в церковь, вот тебе номер телефона, созвонись с человеком, который примет тебя, пообщаетесь, и там, возможно, у тебя все получится, ну, жизнь наладится, и документы, все. Ну, первое было у меня такое, что мне нужно документы восстановить, все это. И я позвонил, мы встретились, поговорили, и пригласили меня на собрание, и предложили мне на реабилитационный центр пройти реабилитацию от наркозависимости этой, и я согласился, пришел, познакомился с теми ребятами, которые там на центре были, с похожими историями, и как-то начали общаться, читали Слово Божие в постоянстве, каждый день изучали Библию. Но я, Артур, еще хочу спросить тебя, правда ли то, что эта женщина, которая тебе дала адрес и посоветовала связаться с верующими, это та женщина, которая тебе помогала, как ты говорил, и которую, по большому счету, ты достал, вместе с ее сыном. Не будем называть фамилии, имена, но вы просто достали ее, у нее мало того, что сын в подобной наркозависимости, и плюс еще ты, как дружок его, то она уже была вынуждена отдавать адрес верующих, чтобы ее освободить. Освободили. Правильно я говорю? Освободили ее, а освободился я. Так бывает, друзья. Так бывает. Поэтому, если нас смотрят сейчас люди с подобными историями, у которых большие проблемы с детьми, с мужьями, с родственниками, слушайте, советуйте им обращаться к верующим. Советуйте. Это будет свобода для вас, и это будет свобода для них. Ну и после Крыма ты оказался в Украине, на Западной Украине, и даже сейчас вот в этом интервью, наверное, зрители слышат немножко такого больше украинских даже слов здесь у тебя. Ты уже здесь прирос. Скажи, как ты здесь оказался, где ты сейчас есть, и чем ты занимаешься? Ну, пройдя реабилитацию, был вопрос, основной это документы. У меня был украинский паспорт, и так как Россия пришла в Крым, и я не мог находиться там. Легализоваться. Да, легально, так как у меня еще была просрочена фотография, 25 лет, и было предложение поехать на миссию, так как я реабилитацию прошел, помощником служителя здесь, на центр, в село, и в Украину. Так я оказался, здесь приехал. Слава Господу, церковь помогла мне сделать документы, восстановить фотографию, восстановить те права, которые были утеряны на трактор, так как я учился на тракториста. И, слава Богу, живем здесь, трудимся уже вот шестой год, как на центре, и слава Богу. То есть ты помогаешь восстановиться таким же самым, практически, людям, находящимся в подобных ситуациях, как сам был, старше и моложе тебя, правда? Да, приходят разные люди, и так как мне помогали, когда я пришел, братья, которые объясняли, рассказывали, в таких же похожих ситуациях, так и я помогаю где-то советом, где-то. И такие люди, они более, мы друг друга понимаем, так как мы прошли, ну, одно и то же самое, можно сказать, школу. И в этом и есть, возможно, призвание, которое Бог поставил мне на это место. Я еще добавлю, Артур так скромно сказал, где-то помогаю советом, таким же людям, потому что мы понимаем друг друга. На самом деле, если бы это только, друзья, в совете заключалось, это было бы, наверное, легко, потому что Артуру приходится их встречать. А люди приходят с алко-наркозависимостью или без определенного места жительства грязные, вонючие, в прямом смысле, с шами. Очень часто, классика, вот, штаны прилипают к телу, потому что они моются месяцами, не моются. И приходится, я правду говорю, приходится разрезать, разрезать брюки, разрезать, сжигать, стричь наголо. Это все делает Артур сегодня. Я не обманываю, я правду говорю. Поэтому совет, он потом уже, когда человек переодет, помыт, искупан, пострижен, в карантине провел какое-то время и отоспался, и отошел от белочки, и только тогда начинаются советы, молитвы и духовная часть. Ну и напоследок еще пару таких вопросов. Ты рассказывал, что многие твои бывшие друзья и в Крыму, в Алуште в частности, и в Никополе, уже их нет в живых. Правда? Да, и сейчас я получаю информацию, люди с воинским общаются, что тот погиб, тот где-то... Но они погибли от, в основном, передозировки. Да, передозировки, тот еще вот... Порезал вены и так далее. Да, такие вот, ну все к чему, так как оно и шло. А сегодня, слава Богу, я живой, и для меня это свидетельство. И выглядишь неплохо. В первую очередь, для меня это, ну, реально милость Божия, я вижу в этом. Кто-то ищет чудеса, знамения, а я, ну, вижу вот чудо, которое видите вы сейчас. То есть самое большое чудо, это даже не исцеление хромых, больных, дурных, косых и так далее, а это спасенные души, реально спасенные жизни, которые на сегодняшний день с таким образом жизни, с такой динамикой уже давным-давно могли лежать в могиле, а сегодня они живы и здоровы. Я даже подсчитывал, у меня был список, я вел тех людей, которые приходили на реабилитацию и записывал. При тебе? При мне, да. И вот за пять лет, которые, ну, я подводил, около 50 человек, которые, ну, мы работали с ними, и из них уже семь человек, те, которых только я слышал, точно, 100%, которые уже погибли, ну, вот, не где-то там на войне или от старости, а именно от такого образа жизни, да. Я добавлю, то есть смотрите, друзья, что иногда войны не надо. В мирное время люди погибают, наверное, больше, чем в военное время, к сожалению. В том числе от алко-наркозависимости, от продажи спиртного государством, которые зарабатывают на этом деньги и просто убивают людей. Оно пишет, вроде, это плохо, это нехорошо, надо культура питья, но на самом деле это погибшие люди. Каждый праздник, каждый праздник от Нового года до христианских праздников, по статистике МВД любой страны, самые большие преступления, поножовщины, драк, с летальным в том числе исходом. Добро пожаловать, это жизнь. Ты, будучи здесь уже на центре, в Господе, ты приобрел какие-то музыкальные навыки, так? Да, я приехал на центр, и, ну, мы в Крыму когда были, мы славили Господа под гитару на центре. Ну, а здесь в Украине только все начиналось, а еще не было ни прославления, ничего, вот, и... И лежала гитара, и как-то сердце лежало для того, чтобы научиться. А как научиться, где научиться? И пришел к нам реабилитант один, который, ну, имел... Умел. Умел играть на гитаре. И на аккордеоне. И на, да, на баяне играл. На баяне. И я как-то с ним, можно сказать, спелся. Хорошо, что не спился. Были у нас и ноты, ну, было аккорды, песни, как начали заниматься. Ну, я так видел, что он не особо хотел, ему, как бы, оно неинтересно было. Но у меня горело, мне хотелось, ну, научиться играть на гитаре. И сегодня ты играешь? Да, сегодня, слава Богу. Ну, и на аккордеоне, или на баяне? На баяне, да, я немного так играю. Ну, лучше на гитаре? На гитаре, да, более так научился. И ты пишешь песни? Да, получилось так, что Господь и вложил, и желания, и возможности, все необходимое для того, чтобы его славить. И, как бы, этим нравится мне, развиваемся в этом направлении. Ты исполнишь нам хотя бы одну песню собственного сочинения? Да. Да? Да. Друзья, если вам нравится этот выпуск, и вы видите смысл в том, чтобы сегодня презирать, обращать внимание, вот, на сирот и вдов, на тех, кому трудно в этой жизни, кто никому, по большому счету, не нужен, ни государству, ни соседям, ни людям, но эти люди нужны Господу. Если вам нравится эта история, ну, с хорошим на сегодняшний день финалом, с хорошим сегодняшним состоянием Артура, вот, по сравнению с тем, что было и есть у многих, лайкните это видео, прокомментируйте, что вы думаете на этот счет, и сами не проходите мимо сирот. Знаете, Бог, написано в Священном Писании, Он есть Бог сирот и вдов. И когда вы делаете милосердие, благотворительность, помощь какому-то сироте, оглянитесь вокруг, влево, вправо, посмотрите по соседям, по знакомым, узнаете, приложите сердце. И когда вы сделаете им добро, то там написано, вы дадите, отдаете взаймы Господу. А Бог, Он должником не остается, Он благословит вас. Лайкните, прокомментируйте и сделайте добро сироте. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог в начале нашего пути. Но мы с пути свернули, желая стать богами, Отвергнули Божью волю, распяли Сына Божьего. Слово Христа, жизнь вечная в Иисусе. Слово Христа для Тебя и меня. Вернись домой, сынок, зовет Тебя Твой Бог. Прощает Он Твой грех, отдавшись Сына Своего. И дар Божьей любви, сойди с греховного пути. Послушай голоса Христа, и с тьмы Он выведет Тебя. Слово Христа, жизнь вечная в Иисусе. Слово Христа для Тебя и меня. Аминь. Слава Господу.